Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о такой важной вещи для станка, как концевые выключатели. Долго я бродил по просторам интернета, но так до конца и не смог разобраться, какие же концевики лучше. И я решил заказать несколько основных видов представленных на сайте Алиэкспресс. Мы обязательно все их распакуем и протестируем. Но для начала, ты часто покупаешь товары на Алиэкспресс, долго ищешь надежного продавца, хочу посоветовать классный сервис Алиэкспресс Хелпер. Установить его очень просто, а главное официально и бесплатно. Расширенный рейтинг позволяет вычислить недобросовестных продавцов. Также отличная вещь отслеживание цены на товар. Анализируй цену, которую предлагал продавец раньше и выбирай выгодный момент для покупки. Действительно ли продавец делает скидку или делает видимость. А также много других функций. У плагина удобное меню, отслеживание посылок, быстрый поиск, доступ к лучшим товарам и скидкам и все очень эргономично. Ссылка на плагин будет ниже в описании. Ну а теперь перейдем к теории. Концевой выключатель это электрическое устройство, которое применяется в системах управления в качестве датчика, формирующего сигнал при возникновении определенного события. Как правило, это механический контакт парой подвижных механизмов. То есть, имеется в виду самые обыкновенные механические концевики, которые стоят на многих промышленных станках, транах, конвейерах и другом оборудовании. Сам концевик выполняет функции, аналогичные обычному выключателю. Давайте объясню наглядно, на примере нашего станка. Допустим, он вышел из строя или мы задали неправильно управляющую программу. Портал резко поехал в одну из сторон и ударяется в станину. Это может привести к поломке станка или его частей. Из этого следует. Нужно каким-либо образом ограничить перемещение портала по осям станка. В конце станины поставим концевик и при нажатии на него элементами конструкции, он посылает сигнал выключения двигателей оси на управляющую плату. В нашем случае это Arduino Uno. И портал остановится как вкопанный. Станок целый, нервы, а главное бюджет. Вот по сути для чего они и предназначены. Также они применяются для обнуления координат станка. Например, нулевая точка находится в правой задней точке станины. Программно задаем обнуление и портал перемещается к концевикам крайних точек станины. Так будет намного проще скоординировать положение инструмента. Я думаю, что все все поняли и больше мы останавливаться на этом не будем. А да, чуть не забыл. Используются также и бесконтактные концевые выключатели. Но о них мы поговорим уже в ходе обзора и тестирования. Сегодня у нас на обзоре четыре основных вида концевиков, которые представлены на сайте Алиэкспресс. Один механический и три бесконтактных. Заказывал я все у разных продавцов, дабы проверить, как они упаковывают свой товар и полноту комплектации. Хотелось бы отметить, что из четырех продавцов меня порадовали только двое. Вот, например. Первый экземпляр. Упакован в вакуумную упаковку из толстого полиэтилена. Не антистатик, но все же. Провода для проверки присутствуют. А вот как раз следующий продавец упаковал все просто отлично. Запаянный антистатик с предупреждениями. Ну, все как положено. Сам датчик и провода для подключения. Следующая посылка среднего качества упаковки. Контактный датчик, упакованный в самый обычный пакетик ziplock. По состоянию вроде бы нормально доехал и провод на месте. Ну и самые негативные отзывы о следующем продавце. Данных датчиков я заказывал три штуки и пришли они мне именно в таком виде и без проводов. Ну ладно с проводами, но хотя бы элементарную упаковку можно было завернуть. Ну ладно, давайте распакуем их и проведем маленький обзор. А потом перейдем к более подробному тестированию каждого из концевиков. Начнем с бесконтактного концевика с датчиком пола, фиксирующим магнитное поле и его напряженность. В общем, он реагирует на магнит. Что мы видим? 4 контакта, аналоговый выход, граунд, земля, плюс питание и цифровой выход. Операционный усилитель. Два сигнальных диода. Подстроечный резистор. Моя догадка, что и им регулируется чувствительность датчика. Сам датчик холла с тремя выводами. Припаянный косо-криво. Но на работу это не должно повлиять. Это кстати единственный концевик из нашей подборки с цифровым и аналоговым выходом. Я думаю, что не стоит объяснять, чем они отличаются. Информации по этому поводу полно в интернете. Но я на всякий случай оставлю ссылку в описании. Следующий. Контактный концевик. Такие часто применяются в 3D принтерах. У них 4 контакта, но два в среднем дублирующие. В комплекте шел провод, короткий, но для проверки хватит. С одной стороны ответный для датчика. И BLS для ардуино. Схема и конструкция данного концевика очень простая. Вместо него можно даже использовать самые дешевые выключатели. Ссылку на них я также оставлю в описании. Схема подключения и ссылка на источник будет в группе ВК. Итак, тут контакты, пара резисторов, конденсатор и выводы выключателя. Отложим пока его в сторону. Это бесконтактный индуктивный датчик. Объясню. Это датчик, который реагирует на появление металлических предметов на определенном расстоянии. Провод довольно качественный, трехжильный. Датчик довольно хорошо выполнен в металлическом корпусе. Скорее всего, его удобно будет монтировать на конструкцию. Принцип его действия основан на изменении параметров магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности, внутри самого датчика. При поднесении металлических объектов к датчику он должен срабатывать. Также есть подобные датчики, но не индуктивные, а им костные. Они реагируют не только на металл, но и на пластики, дерево и другие материалы. Даже жидкости и газы. У них есть как свои плюсы, так и минусы. Плюс – это высокий порог чувствительности и небольшая инерционность. И недостаток – это сильное влияние внешних электромагнитных полей. Мы вернемся к нашему датчику. С другой стороны у нас сигнальный диод, который должен срабатывать при замыкании. Один из минусов также является – датчики довольно-таки габаритные. Данная модель длиной 62 мм и диаметром 12 мм. Первое впечатление о нем очень хорошее, но посмотрим после тестирования. Далее – тоже бесконтактный концевик, но с другим принципом работы, а именно оптическим. В комплекте также идут провода и сам датчик. Он самый маленький из данной подборки. Состоит он из оптической пары, фоторезистора и диода-излучателя. Вместе они создают передатчик-приемник и при прерывании цепи срабатывает выключатель. На плате присутствует индикаторный диод. С обратной стороны – разъем для подключения на три контакта. Плюс 5 вольт, сигнальный канал и земля. Для соотношения с прошлым экземпляром этот концевик намного меньше – 32 мм. Такие концевики часто применяются в офисной технике, попросту в принтерах. Поэтому, если у вас есть много запчастей, то наверняка есть и вот такие оптические пары. Практически ничем не отличающиеся от покупных. Так что задумайтесь, можно сэкономить. А теперь мы поговорим о цене концевиков на момент монтирования видео и их особенностей. Итак, механика. Самая простая и дешевая. Он прост в применении, легко устанавливается и может применяться в загрязненных местах. Но следует избегать попадания крупного мусора между пластиной выключателя. Питание от 3 до 5 вольт. Для трехосевого станка потребуется 6 штук. Оптический датчик. Немного дороже. Но такие концевики считаются более точными по сравнению с механическими. И все же есть большой минус такого концевика. Он не работает при попадании солнечного света. И при наличии пыли, стружки, если это гравировальный станок. И возможны ложные срабатывания. Питание также от 3 до 5 вольт. Потребуется минимум 3 штуки. Минимум. Но лучше 6. Концевик с датчиком холод. Не могу не отметить, что у этого выключателя есть как аналоговый, так и цифровой выход. Пыль, грязь, стружка никак не повлияют на его работу. Сам по себе он не дешевый. Но он стоит того. И найти такие концевики довольно таки сложно. Питание также от 3 до 5 вольт. И для станка потребуется минимум 3 штуки. И последний, самый дорогой из представленных, индуктивный. Как только я открыл упаковку, я перечислил все его лучшие качества. Кроме стойкости к влаге, пыли и грязи. Питание у него от 6 до 36 вольт. Потребуется минимум 3 штуки, но лучше всего поставить 6. Ну, а теперь давайте протестируем их. Начнем с механического. Подключаем провода. Вывод выключателя ком, Н0, земля и НС. Ком и НС замкнуты. И на них подается 5 вольт. При замыкании контакты ком и НС размыкаются. И замыкаются контакты ком и Н0. Питать концевики я буду пеплаты для макеток, которая была у нас ранее на обзоре. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ну и прикупил проводов для соединения схем Ардуино. Так как намечается еще парочку обзоров в теме Ардуино. Ссылки на них я также оставлю в описании. Подключаем проводки к макетке. Плюс к плюсу, минус к минусу. А сигнальный провод оставляем. Запитываем макетку на 5 вольт и смотрим. При замыкании загорается индикатор. Так что теоретически все работает. Но я человек придирчивый и мне нужно полностью убедиться в работоспособности. Давайте подключим мультиметр и поставим на измерение постоянного напряжения. Плюсовой щуп подключаем к сигнальному проводу. И минусовой на землю, то есть минус. И так, в обычном состоянии у нас почти 5 вольт. А при замыкании логический ноль. И еще раз. И еще. Но можно его проверить и без питания. Ставим тестер на прозвонку. Помните, что я говорил. Ком и НС замкнуты. А ком и Н0 разомкнуты. Никаких реакций нет. Но при нажатии ком и НС размыкаются. И замыкаются контакты ком и Н0. А если перекинуть щупы на Н0 и НС и нажать рычаг. Можно проверить работоспособность индикатора. Так что вот так. Концвик меня в принципе порадовал. Он прост и понятен. Так что по 10-бальной шкале он заслуживает твердой восьмерки. Дальше оптический концвик. По маркировке на плате подключаем провода. К датчику и к питанию. Красный плюс. Зеленый сигнал. И черный земля. Сигнальный оставляем для проверки. Сразу же после подачи питания загорается красный индикатор. Это означает, что приемник и передатчик работают. Значит при прерывании цепи он должен потухнуть. Берем какой-либо плоский предмет. В моем случае это карточка. И пытаемся прервать связь. Все работает. Теперь проверим тестером. Подключаем сигнальный провод и землю. Ее я взял прямиком с макетки. И при включенном состоянии у нас логический ноль. А при замыкании 3 с чем-то вольта. Вроде бы тоже все работает. Но у этого датчика по сравнению с предыдущим обратный тип действия. Заслуживает он оценки 7. Ну а мы перейдем к следующему. Датчик холла. У него два индикатора. Один для питания. И второй загорается при срабатывании выключателя. Подключаем его проводками. Плюс, минус. Белым будет обозначен аналоговый выход. А коричневым цифровой. Подключим питание от платы. 3,3 вольта. Но можно и 5. И выход как всегда оставляем для замеров. Еще с прошлых проектов у меня осталось много вот таких неодимовых магнитов. Так что возьмем. Поднесем. И посмотрим что будет. Работает. Но помним, что магниты имеют полярность. Это значит, что если перевернуть его другой стороной, то он не сработает. Вот смотрите. Если поднести этой полярностью с другой стороны датчика, то он сработает. Давайте проверим на каком расстоянии он сработает. Хотя бы примерно. На 10 мм он начинает загораться. И полностью срабатывает примерно где-то на 8 мм. Я буду не я, если не покручу подстроечный резистор. В общем, крутил вертел. Но максимум, чего я добился, это полное срабатывание на 10 мм. В общем-то он работает и очень даже таки неплохо. Так что я пока в раздумьях. А пока возьмем тестер. Проверим. Подключим цифровой выход. Землю. При включении у нас логический 0. А при срабатывании 3 с чем-то вольта. Так же, как и на входе. Проверим аналоговый сигнал. 1,64 вольта. А на очень близком расстоянии. Почти до касания 0,97. Как-то странно. А если поднести другой полярностью, то напряжение повышается до 2,5 вольта. Так, вроде бы разобрались. Поставим ему оценку 9. Ну, а на очереди у нас последний на сегодня концевик. Это индуктивный. Питание у него от 6 до 36 вольт. Так что уже нельзя использовать блок питания для макетки. Будем использовать аккумулятор крона. Который выдает 8 с чем-то вольт. Итак. У нас 3 провода. И вот их распиновка. Но проще сказать, что коричневый это плюс. Синий минус. И черный сигнальный провод. Подключаем питание. И подносим плоский металлический предмет. И видим индикацию срабатывания датчика. Ах да. Забыл сказать, что этот датчик срабатывает на металл на расстоянии 4 мм. А почему плоский предмет? Да потому что на маленькую площадь он не сработает. Разве что при прикосновении к датчику. Ну а теперь берем тестер и подключаем щупы с минусом кроны. И плюсовой к сигнальному проводу датчика. При включении у нас логический 0. И при срабатывании 8,5 вольт. Данный датчик меня порадовал. И заслуживает оценки он 8,5. Ну вот как-то так. Эти оценки сугубо мое мнение. Решайте для себя сами, какой вариант больше вам подходит. Лично я остановил свой выбор, скорее всего на концовиках с датчиком холла. Так, представленные датчики на сегодня все работают. И ссылки на все товары я оставлю ниже в описании. Напишите в комментариях, какой из представленных концовиков, по вашему мнению, лучше. И напишите почему. И если вам понравился этот обзор, и он был для вас полезен, ставьте лайк и не забывайте подписываться. С вами был Федор. Пока-пока.